Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и, наконец-таки, я снимаю для вас сегодня ваш долгожданный рум-тур. Как вы знаете, я уже снимала рум-тур, когда я только вселилась в эту квартиру. У меня здесь был такой мини-ремонтик, но уже я сделала всё в белом цвете, да? Сейчас у меня пополнение в семье. У меня родился малыш, мальчик, и поэтому я приобрела кроватку. Соответственно, нужно больше ящиков. У меня и так было мало ящиков, но нужно сейчас ещё больше ящиков, для того, чтобы складывать его вещи, всякие его принадлежности, ну, чтобы было удобно. Когда я всё это наставила, в итоге здесь попереостановила всё, попереустановила, что-то она заказала. И сейчас, короче, хочу вам показать, что в итоге у нас получилось и как мы с моим малышом живём вдвоём, вдвоём, да. Периодически к нам приходит мама, помогает нам, так что поехали. Итак, с чего я начну наш рум-тур? Начну, наверное, с самого начала. Самый грязный угол не покажу. Короче, это надо содрать вообще. Картина сейчас висит у меня с другого боку. Ну, в общем. В общем, здесь, вот сзади, как вы видите, да, у меня комната вообще, она длинная и узкая. Вот. Это не очень хорошо, не очень удобно. В общем, тут у меня столик детский. Это комодик. Он раньше стоял с другой стороны. Сейчас он стоит вот у меня с этой стороны. Здесь у меня детские принадлежности. Это старый комод, я купила просто новый уже. Там у меня лежат тоже ещё детские. Внизу мамин шкафчик специально ей оставила. Сзади меня... А, вот здесь маленький столик. Тут тоже детское я кладу. Тут вот компьютер, где я работаю. Я вот так вот лежу всё время и монтирую для вас видео. Вот здесь у меня столик такой. Здесь беру компьютер. Я вот так ложусь удобно, короче, и монтирую для вас видео. Вот. Вот так вот выглядит моя кровать. Вот она она. И здесь у нас идёт в ногах. У меня оставалось 130 сантиметров. Я показывала вам DIY, который как раз-таки с вот этим шкафом. Я не буду открывать сейчас всё, потому что я всё показывала. Вот эти вот ручки из фикс-прайса я делала. Вот эти штучки я сама делала. Шкаф я заказывала. Вверху ещё, видите, из Икеи я придумала вот эти штуки поставить. Потому что представляете, да, сколько у меня просто в квартире хлама, нажитое непосильным трудом. Ну, вот долгожданная кроватка маленького. Кто хотел её увидеть? Вот она она. Я её заказывала с Москвы специально, потому что мне нужно было, чтобы было всё у кроватки. Мне нужно было, чтобы были вот эти штуки. Да, вот эти штуки есть у многих. Но не у всех кровать качается и одновременно на колёсиках. Сейчас она у меня на колёсиках, потому что когда была перестановка, очень удобно было её передвигать. Я в любой момент её могу передвинуть куда угодно. А также она у меня на качалочках. Там тоже из Икеи, кстати, под низом эти шкафы. Это не качалки, видите? То есть можно ещё и качать его. Но пока он не спит у меня в кроватке. А, и также мне нужно было вот такая выдвижная штучка. Там, правда, мои вещи сейчас. Потому что я всё для малого освободила свои вещи в эту кровать. Но неудобная. В общем, я заказала, но я недовольна. Цена, качество. Короче, хотелось бы качество получше. Вот. Я всё уже купила. Тут у него матрасик. Подушка эта. Он не спит на подушке, потому что маленькие не должны спать на подушке. Он спит на вот такой вот штучке. Штучки мы её тоже простерилизовали, всё сделали мягенькое. Но пока он не хочет спать на ней. Уже вот такую штучку в Икеи купили. Такой балдахинчик купила. Не помню, где я его купила уже. Вот. Одеялко. Вот здесь всякие принадлежности его висят. Все наклейки сюда перевесила. Это вот меня встречали с рождением малыша. Ну, пока мне нравится, пусть висит. А дальше идёт комод. Кто помнит, у меня было здесь три. Вот это, кстати, комодик, который тот другой. Он стоял здесь. Теперь я купила нового в Икеи. Здесь их пять штук. И также здесь малого. Там всякие носки и так далее, короче. Костюмы в одном у меня месте, так как у меня много костюмов. Майки в другом, так как у меня много майк. Ну, в общем, вот здесь вот такой небольшой интерьерчик. Так, это вот на Хэллоуин, кстати, уже купила. В этом. Мармелад. Вот. А, кстати, в Фикс Прассе тоже это ещё мне показывала. Куплю. Ой, покажу потом. Тоже купила. В общем, вот так. А здесь у меня шкаф. Шкаф у окна. Там мои вещи. Не буду тоже их открывать. Вещачие, которые. И наверху у нас коляска, которая, короче, я не использую. Вот эту коляску. Блин, у меня же видео есть для вас. Какие-то синенькие подглазы. Видео есть для вас, где коляску показывала, как я её эксплуатирую. Вот эта, короче, люлька, она мне вообще не пригодилась. Вот она лежит здесь. Может, ещё пригодится, я не знаю. Но пока она мне не нужна, я, короче, её спрятала. Больше никуда. И она больше никуда не помещается. И вот из Икеи наверху тоже вот такие две штуки. Вот. Дальше моё окно. Вот оно. Сдалека покажу вам окно. И у окна вот такой пластмассовый комодик. Я тоже говорила, что он очень-очень классный, этот комод. Потому что он перекочевал со мной. Короче, он у меня уже лет 10. Я его покупала в Москве. И он классно складывается. Потому что есть комоды, которые не складываются. Этот весь складывается. И вот эти ящики, которые выдвижны, они очень удобны для переезда. И туда все вещи складываю. Ну, и покажу. Это дверь на кухню. Вот она я. Вот мой животик ещё. Ещё я не занимаюсь. Потому что, ну, как бы, короче, ещё пока я чувствую, что не окреп организм. Хотя уже прошло месяц, да. Но всё равно. Пока небольшой животик есть. Когда начну заниматься. Тем более сейчас вообще возможности нет заниматься. Короче, ладно, неважно. И вот у меня. Это вот ещё, который я не разобрала, столик. Короче, здесь. Здесь я крашусь вот так вот. Потому что там неудобно краситься. Вот так сажусь, короче, крашусь перед этим зеркалом. И этот. Купила, кстати, Pampers. Mary's. Мне советовала сестра моего мужа. И много-много кто из подписчиков писали мне в комментариях, что они очень хорошие. Да, они плохие я попробовала уже. Ну, я заканчиваю те. Но, в принципе, Pampers, вот этот вот, премиум Care. Care, правильно. Они, короче, нормальные тоже. Ну, я эти купила. В общем, пусть всё будет. Остался один угол, который нужно разобрать, чтобы было всё здесь красиво. Вот. А стеночка моя. Я так её не показала. Но, короче, у меня сейчас немножечко... Я никак не могу её передвинуть немного в другой край. И что-то вот так мне понравилось. Мы так откинули, видите, половинку. И что-то такое, такое немножко интересное, что получилось. Короче, вот такой вот room tour. Если что-то было вам интересным, полезным, я была очень рада. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто в первый раз. И пишите свои пожелания, что бы вы хотели, чтобы я сняла. Конечно, было бы хорошо, чтобы это было интересно не только вам. Одним мой кондиционер тут же и висит. Вот. Кухню и ванну я показывать не буду. Потому что, короче, ничего там интересного нет. Обычная небольшая кухня. Обычная аккуратненькая ванна. Вот. Короче, я всю душу вкладываю в комнате. Потому что я здесь провожу больше всего времени. Ну, вот и всё. С вами была Селена СВ. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok